Сегодня сто лет, как Россия вступила в Первую мировую войну. Но поговорим мы сегодня о другой дате, другой военной дате. 70 лет назад началось восстание в Варшаве, которое, как вы видели по документальной хронике, было жестоко подавлено нацистами. Вопрос вопросов, который занимает и историков, и государственных деятелей, и общественность многих стран уже десятилетия, могла ли Красная Армия пробиться к повстанцам, или она не захотела этого сделать по указанию своего руководства. Об этом мы сегодня поговорим с моим гостем в студии, военным историком, кандидатом исторических наук Алексеем Исаевым. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И первый вопрос такой, что же происходило 70 лет назад в Варшаве? Как начался и проходил первый день восстания? Здесь хотелось бы сказать, прежде всего, следующее. Это было восстание дилетантов, если можно так выразиться. Хотя его руководители имели определенный военный опыт, в том числе с Первой мировой войны. Так, генерал Комаровский служил еще в Австро-Венгерской армии в Первую мировую войну. Но, в целом, это были люди, которые первый раз брали в руки оружие в массе своей. И одной из проблем стало то, что, во-первых, о начале восстания был отдан приказ буквально за несколько десятков минут до начала комендантского часа, предыдущий день, и прохождение сигналов до всех групп подпольных, которые были в Варшаве, оно проходило, во-первых, медленно, во-вторых, доходил от сигналов не одновременно. И, соответственно, вот эта подготовка, которая реально началась ранним утром, 1 августа, 70 лет назад, она была еще смазана вот этим непрофессионализмом участников, когда впервые получившие в руки оружие молодые люди, не дожидаясь назначенного часа, а час был назначен на 17 часов 1 августа, перешли к каким-то активным действиям, когда они начали стрельбу, начали бросать бутылки с зажигательной смесью, известной сейчас как «Коктейль Молотова». И уже в 13.30 немецкий гарнизон был фактически предупрежден о том, что началось. А немцы, которые уже давно собирали сведения о польском подполье и захватывая членов этого польского подполья, довольно хорошо себе представляли общую идею восстания. И, соответственно... Подготовились. Да, они подготовились, и подготовка была достаточно простой. Они укрепили места, где они расквартировались, соответствующим образом накопили боеприпасы, и к 17 часам, то есть, можно сказать, 100 лет и 2 часа назад, немцы уже сидели у бойниц и держали руки на спусковых крючках, и ждали, что начнется. И вот оно началось. А вот у меня вопрос. Как я понимаю, Варшавское восстание было частью плана «Буря». Вот расскажите про этот план «Буря», что он с собой представлял? Ну, так скажем, что план «Буря», основная его идея как раз и была Варшавское восстание. Руководители Варшавского восстания, они исходили из следующего теста, что успех их, план их восстания, может быть в том случае, если немцы уже будут уходить из города, в данном случае Варшавы, а Красная Армия еще не войдет в него. И вот в этот промежуток, как говорится, без власти, можно будет поднять восстание, которое имело это шансы на успех. И оружие для этого плана накапливалось, в том числе вне города. Надо сказать, что англичане снабжали польское подполье с помощью своей авиации уже много месяцев. То есть этот процесс начался, как говорится, не вчера, по состоянию на 1 августа 1944 года. И вот этот вот план, он имел ряд существенных недостатков. Первый – это что делать, если немцы не уйдут? И второй – если Красная Армия где-то задержится? И кроме того, одним из таких, я бы сказал, детских недостатков этого плана была нацеленность на захват сразу многих объектов. То есть вместо того, чтобы сосредоточить наиболее боеспособные части на захвате таких важнейших объектов, как Варшавские мосты, аэродром, то есть то, что могло сыграть на пользу восстания, силы были распылены на огромном пространстве города. Варшава был большой европейский город. И целями атакующих было, насчитывалось они, по-моему, или 400, или даже ближе к 500, то есть объектов, которые нужно было атаковать. А сколько всего было в оставших вот на момент начала? Оценки даются разные, до 40 тысяч, но современные оценки современных историков, это примерно 20 тысяч человек. А у немцев сколько было примерно? У немцев формально гарнизон, если считать численность, как немцы это выражались, едоков гарнизона, это количество едоков составляло 16 тысяч человек. Но реально могли вести бой, то есть из них, если отсеять тех, кто способен... Дело даже не в разделении тыловые, передовые, а в том, что, например, 3 тысячи из этих 16 тысяч составляли зенитчики. То есть это персонал Люфтваффе, аэродромные, зенитчики, и бросать их в бой с винтовками было сразу затруднительно, так скажем. Поэтому реальная численность того гарнизона, который мог оказать сопротивление в оставшем, составляла около 5 тысяч человек. То есть против 20, условно говоря, да? Да, но при этом, естественно, гарнизон располагал большим количеством оружия. Дело в том, что план доставки оружия в Варшаву, он не был выполнен в полной мере в оставшем. Почему? Перехватывались, то есть конвой перехватывались и... И сбивались самолеты, наверное, западные. Ну, западные самолеты, они все же доставляли оружие в целом в Польшу, а для самого восстания собиралось оружие, можно сказать, даже со всей Польши, и предполагалось, что оно будет доставлено несколькими транспортами в город. И вот эта вот идея доставки оружия извне, она была, естественно, довольно опасной. И опасения были не беспочвенными. Часть транспортов была немцам банально перехвачена, и это оружие стало трофеями немецкого гарнизона. Ну, там в основном, так я понимаю, речь шла об автоматах, да? Да, это было легкое оружие. То есть, разумеется, ни о какой артиллерии у восставших не могло быть и речи. И было мало автоматического оружия, прежде всего пулеметов, и мало боеприпасов. У меня вот такой вопрос. Там ведь, как я понимаю, среди целей вот этой плана бури было поднять восстание до того, как Красная Армия подойдет и неким образом, тем самым застолбить, что ли называется, на будущее место для представителей лондонского правительства в эмиграции, польского, да? И неким образом планировалось как-то заставить СССР признать границы между, довоенной границей, вот 1939 года. Вот как они рассчитывали сделать это, значит, в отношении СССР? Вообще считалось, что да, если удастся захватить город, то захваченный город, причем с гарнизоном польским примерно в 20 тысяч человек, а то и больше, советы, как выражались соответствующие политические деятели, не смогут игнорировать. И далее предполагалось такие, можно сказать, мечты, что будет отправлена польская десантная бригада из Англии. То есть, в общем, уровень мышления руководителей восставших с этой бригадой, можно оценить, из Англии или даже из Европы доставлять бригаду через огромное расстояние, можно сказать, через всю Германию, и высаживать в Варшаве. То есть, что такое десантная операция, они представляли себе, прямо скажем, в лучшем случае на картинках. Да. И еще один был неверный расчет, что Сталин и советское политическое руководство уже не задумалось о том, что они будут делать в таком случае. Ну да, не просчитывали их ответ. Да, все же и Сталин, и Молотов, и вообще высший руководитель СССР, они не были политическими младенцами. Как выражался Мехлис, у него была такая фраза про политических младенцев. И, соответственно, заранее, еще до того, как восстание стало свершившимся фактом, в крупном городе, на польском, одним из первых, который был освобожден Люблине, было организовано аналог, я бы так сказал, правительства, некая организация политическая, которая, соответственно, представляла силы прокоммунистические. Про-советские. Да, про-советские. Более того, для того, чтобы захватить этот город, был выполнен специальный маневр сил Первого Белорусского фронта, то есть были отданы прямые недвусмысленные приказы идти и взять город. И это сразу дало советскому руководству сильный политический козырь. То есть на слова о том, что «а вот у нас есть город с представителем, а поляки, которые представляют». Да, у нас тоже есть, соответственно, политическое решение уже присутствовало, и оно присутствовало уже на момент начала восстания. Ну а в целом план был, прямо скажем, утопичный, потому что Варшава – это все же крупный город и крупный узел железных дорог. И немцы вот так вот просто, как, что называется, заштатный провинциальный город, как они могли, оставляют город, и через некоторое время, там через часы, а то и сутки-двое, в него входит Красная Армия. Такое о Варшаве было, думать, я бы сказал, сильным преувеличением. У меня вопрос. Вот те молодые люди, которые составляли костяк восстания, я так понимаю, это представители армии Краёва, да, во многом, Аковцы. Да. Давайте поговорим, кто такие Аковцы, вот их, позиция в отношении немцев и Красной Армии. Какая была? Вообще говоря, их позиция формулировалась как идея двух врагов. То есть для них и немцы, и СССР были врагами. Соответственно, политически они были ориентированы, ну, это, как бы, естественно, похвальное желание на создание польского национального государства. Но, тем не менее, вот эта идея двух врагов, она существенно подрывала их возможности в той реальной обстановке, когда с востока шла Красная Армия. То есть они изначально уже готовились воевать потом и с большевиками, так скажем, с советами. Ну, воевать, может быть, в отдаленной перспективе, но, тем не менее, о прямом взаимодействии речи не было. Поэтому эта организация военно-политическая, она изначально себя ставила в достаточно сложную позицию в отношении помощи со стороны Красной Армии. При этом надо сказать, что в восстании участвовали и прокоммунистические силы, которые были на тот момент в городе. То есть, естественно, будучи польскими патриотами, они присоединились к восстанию. Но они составляли, я бы так сказал, подавляющее меньшинство участвовавших в Варшавском восстании. А вот была еще альтернативная организация, организованная, так скажем, и спонсируемая во многом СССР, армия Людова. Вот что это такое, каковы были у них отношения с армией Краевой? Это, безусловно, были враги, поскольку враги на политическом поприще. То есть, армия Людова, она ориентировалась на создание в Польше государства, так скажем, советского типа, и полностью ориентировалась на взаимодействие с СССР, как в военном, так и в политическом отношении. При этом не лишне будет сказать, что в СССР уже де-факто создавались польские части, и они пошли в бой первый раз, польская дивизия, еще в октябре 43-го года. То есть, почти за год до восстания уже имелось в... Ну, на самом деле, и у союзников были польские части, но в СССР тоже было... То есть, армия Андерс, когда была сформирована в СССР, да? Да, первоначально, но, тем не менее, имелось уже не только какая-то политическая организация, не способная на что-то опереться, но и вполне диспособные части, уже получившие боевой опыт. И сейчас, может быть, с 2014 года нам это кажется странным, и мы можем относиться с подозрением к сочувствующим идеям марксизма, коммунизма, но тогда это была весьма распространенная идеология, и в реалиях 20-30-х годов имелось немало сторонников этой идеологии в Европе. Поэтому говорить, что это были некие, что называется, или купленные люди, или вообще непонятно откуда взявшиеся, это совершенно не право. Не марионетки, как сказать. Да, это были люди-носители. Определённые идеологии, определённые идеологии, они в это всё искренне верили. Кто-то из них позднее разочаровался, кто-то не разочаровался до самой смерти. Да, и имело место разделение польского населения между двумя, так сказать, центрами притяжения. То есть Люблинским комитетом и правительством возгнаний в Лондоне. Я хочу предложить нашим сетезрителям голосование, которое мы подведём с нашим гостем в конце, и предложить такой вам вопрос. Красная армия не могла пробиться к повстанцам или не захотела? У меня такой вот вопрос. Как дальше развивались события? Я так понимаю, что немцы стали подтягивать силы, и, в частности, там немалую роль сыграл СС. Почему именно ССовские части там присутствовали? Значит, здесь надо разделить ССовские части, которые использовались для наведения порядка в тылу, и Вафен-СС, то есть армии... Армейские боевые части, которые были по командованию... Под командованием армейских генералов, например, воевали ССовские дивизии на подступах к Варшаве. Но при этом участие их в подавлении восстаний было минимальным. И я бы так сказал, что началось всё, на самом деле, с попытки пробиться к мостам, для того, чтобы переправиться через Вислу и вступить в бой с Красной армией. А с восставшими участвовали в бою в формировании, создававшиеся под эгиды СС, но принципиально отличавшиеся от войсковых соединений. И здесь можно назвать прежде всего бригаду Дерливангера, которая отличилась, в кавычках, в боях с партизанами в Белоруссии. Да, это были люди, в том числе освобождённые под разными условиями заключённые. Люди это были, я бы так сказал, с весьма размытыми понятиями о том, как надо вести войну, и о том, как относиться к мирному населению. Да, это были очень жестокие люди. Кроме того, под эгидой СС существовали в Варшаве, и в том числе и на момент начала восстания, формирование коллаборационистов. То есть в связи с недавними политическими событиями, будет небезынтересно отметить, что на момент начала восстания в Варшаве находились части из украинских коллаборационистов, которые приняли участие в боях, можно сказать, с первых дней и часов восстания. Помимо этого были, яснешево, все азербайджанцы. Да. Да, и вот эта смесь, трудно её назвать, гремучая... Азербайджанские эсэсовцы. Да, то есть это люди были из формирований, которые преимущественно использовались в тылу для наведения порядка. То есть это каратели такие, отбросы общества, которых посылали зачищать тылы, антипартизанские такие формирования. Да, антипартизанские формирования и начало активных боёв в городе, оно ознаменовалось бойней в районе Варшавы-Воли, так называемой Воли, где было убито, по современным оценкам, около 30 тысяч мирных граждан, после того, как подразделения карателей ворвались в эту часть города и сломили сопротивление восставших. Почему происходило именно так? Дело в том, что немцы были в тот момент очень сильно заняты борьбой с Красной Армией, стоявшей на подступах в Варшаве. Это мы сейчас поговорим отдельно. Да, и они не могли выделить значительные силы для подавления восстания. То есть количество людей, которые они могли выставить для боя в городе, оно было незначительным. И в первые дни, часы восстания, вот те полицейские, так называемые охранные подразделения Ланшуцены, они хорошо оборонялись, они крепко зацепились в своих фортифицированных казармах и местах расположения, в частности, в здании гестапо. Но при этом они обладали около нулевой наступательной мощью. То есть они не могли вести нормальные наступательные бои в городе, на которые были способны армейские подразделения. То есть им не хватало тяжелой техники, артиллерии тяжелой. Да, им не хватало артиллерии, все эти вопросы постепенно решались. Но вот на начало августа из бронетехники у них было буквально единицы танков, которые находились в ремонте, и вышли из ремонта. И 28 самоходок «Хетцер», которые находились в формируемом батальоне противотанковом, они были новейшие на тот момент на август самоходки. Это все, чем они располагали. Поэтому для борьбы с восстанием немцам не хватало сил. Они бросали все, что можно, все, что способно вести бой, они бросали на подступы к городу. А вот бригада Дирлевангера, которая, например, вооружалась в основной массе своим даже трофейным оружием, она считалась для боя на фронте непригодной, но вполне пригодной для роли карателей. И вообще говоря, первых дней восстания необходимо отметить такую черточку, которая характеризует, опять же, его руководителей. Во-первых, Бурк Комаровский, будучи, что называть, человеком старой школы, весьма слабо использовал для связи с своими подразделениями радио. То есть он... У него радиобоязнь, он боялся, что его перехватит. Ну, скажем так, рация для связи с Лондоном у него была, но вот управление своими подчиненными подразделениями по радио была налажена, можно сказать, никак. И это сильно сыграло негативную роль. В том числе и во взаимодействии с теми частями польскими, которые были вне города, которые можно было подтянуть на помощь восставшим, так или иначе координировать их действия, но это сделано не было. И вообще, например, выбор руководителями восстания своей штаб-квартиры, они выбрали так, что оно находилось недалеко от местного полицейского подразделения. И, соответственно, в первые часы, в первые три часа восстания, во-первых, Комаровский имел крайне слабую связь со своими подчиненными, а во-вторых, он сам находился на грани того, чтобы попасть в плен. То есть обстрелы, да? Да, его вот это фабричное здание, где он расположил свою штаб-квартиру, оно было взято под обстрел, я бы даже сказал, какое-то время находилось в окружении. И вот из этого всего складывалась весьма неприглядная картина там плохо, элементарно плохо спланированного восстания. То есть если бы это восстание было спланировано не профессионалом в подпольной борьбе, каким был Комаровский, а профессиональным, хорошим военным, можно сказать, крепким военным специалистом, наверняка были бы сосредоточены усилия на захвате ключевых пунктов, более грамотно использована часть, например, самой боеспособной части восставших, они фактически обороняли штаб-квартиру Комаровского. А какие наиболее боеспособные были части? Это были подпольщики из числа военнослужащих польской армии, которые сумели, во-первых, избежать уничтожения плена и прочего в 1939 году, и обладали какой-то первоначальной выучкой. И, наверное, они были хорошо вооружены, в отличие от... Да, то есть у них было оружие, оставшееся от польской армии. И вообще, в целом, это были те подразделения, которые были способны дать бой и дать серьезный бой. Вместо того, чтобы бросить эти подразделения на захват мостов, они обороняли штаб-квартиру Комаровского. И в итоге мосты, один из которых оборонил 27 человек, а другой оборонил 20 человек, сапер. То есть, опять же, это не, что называется, закаленные в боях на фронте головорезы, а саперы, задача которых был подрыв мостов в случае чего. И вот эти вот мизерные отрядики, их не смогли выбить с мостов. И немцы контролировали мосты, и восставшие, они видели мосты. Они в течение месяца могли смотреть на мосты, можно сказать, даже невооруженным взглядом, но даже потрогать их не могли, потому что мосты прочно оборонились. Немцы не подпускали их путем огневой... Да, они могли только воздействовать, опять же, не круглые сутки по ним огнем, но от этого было ни тепло, ни холодно с точки зрения возможности их использования. Потому что понятно, что при попытке их использовать и попытке их захватить, уже могла идти речь о их взрыве. То есть вместо того, чтобы наиболее боеспособными частями принять акцию в стиле Бранденбурга 41-го года и разоружить охрану моста и предотвратить их взрыв... Они топтались. Да, они топтались на месте. Кроме того, в части восставших, находившиеся в Праге... Прага – это не город Прага, в столице Чехословакии, это предместие Варшавы, находившееся на восточном берегу Вислы. И вот сигнал о начале восстания дошел до подпольщиков в Праге одним из последних. В итоге они дольше всех собирались, дольше всех получали оружие. И когда они пошли на мосты, мосты уже несколько часов шло восстание. Немцы были не то что предупреждены, они уже предпринимали активные действия. Просто воевали уже. Да, уже вовсю шло сражение за город, и ничего... Они разъединились, собственно говоря. И по существу восставшие оказались разъединены. Вместо того, чтобы сразу плотно взять мосты и оборонять их и со стороны Праги, с востока, и со стороны старого города, то из запада, мосты были оставлены немцам. Причем немцы, интересная опять же деталь, характеризующая боеспособность немцев, пробивались к мостам, и в ходе этого броска к мостам они умудрились потерять, причем одну из них полностью боеспособную, две пантеры. Два танка-пантеры, которые предназначались к войскам, которые сдерживали Красную Армию, они в уличном бою были отбиты восставшими, причем пленный экипаж согласился научить восставших, как управлять этим танком, как из него служить. Жить, видимо, очень хотели. Ну да, они хотели жить, и надо сказать, что восставшие, по крайней мере, в отношении армейских пленных, то есть тех, кто составляли военнослужащих вермахта, они старались, пытались, по крайней мере, соблюдать конвенции соответствующие, не пытали, допрашивали, есть даже фотографии, это, кстати, допроса одного из высокопоставленных пленных, руководителя одного из местных полицейских, участков, если не ошибаюсь. Но, тем не менее, вот этот вот даже частный успех, он говорит о том, что немцы были не так сильны, как может показаться. И масса возможностей, опять же, Хетцера, один из Хетцера, по крайней мере, один из Хетцеров, был захвачен восставшими. Вот эта самоходка, она, опять же, фигурирует и в хронике, ее, так скажем, стало одной из легенд варшавского восстания. Так что немцы были не так сильны, и при другой организации восстания, оно могло добиться куда больше успеха, чем добилось реальности. А как относились повстанцы к эсэсовцам, вот эти колаборционисты, которые попадали к ним в плене? Вот их как раз предпочитали расстреливать, что называется, без суда и следствия. Эти люди себя охарактеризовали однозначно, можно сказать, еще в период оккупации, и поэтому как раз с ними не церемонились. Поэтому в отношении этой категории никакие конвенции не соблюдались, и происходило это, в общем-то, из-за негативного опыта, который был накоплен с 1939 года. в оккупации, и надо сказать, что вот это постепенное начало восстания, до часа X назначенного, оно во многом было вызвано ненавистью, которую испытывали к оккупантам и желанием отомстить. Но, к сожалению, оно сыграло... Когда эмоции загладали над разом. Да, эмоции, выплеснуты эмоции, особенно когда в руках у молодых людей появилось оружие, они его поспешили применить, и тем самым, может быть, вскрыли подготовку восстания. Не могу вас не спросить о судьбе Бронислава Каминского, руководителя Локотской республики на Брянщине, основателя, значит, российской освободительной армии, которую, значит, немцы расстреляли якобы за звезд. Вот не могу установить, за что они его, значит, убили, и при каких обстоятельствах это происходило? Настолько немцы относились брезгливо вот к этим коллаборационистам? Ну, я так скажу, что Каминский отличился, опять же, в кавычках, в подавлении партизанского движения в Белоруссии. И то, что там творили, оно, я бы так сказал, может быть, превосходило, скорее всего, превосходило то, что дальше они творили в Варшаве. Я думаю, что вот эта версия, она несколько упрощает ситуацию. Считается, что Каминский, ввиду падения дисциплины и вообще морали своего подразделения, он, опять же, по некоторым данным, потому что все документы не сохранились, попытался сбежать из Варшавы в Карпаты с непонятными, неизвестными целями. И во время этого бегство было задержан и расстрелян уже не столько даже за звездство, которое, я думаю, что немцы... Сколько за дезертирство? Да, сколько за дезертирство и за какие-то свои непонятные планы. То есть он просто струсил банально, да? Ну, струсил или попытался раствориться в послевоенной Европе, уже чувствуя, что... Расплата близка. Да, расплата близка, и то, что Третий Рейх дышит на Ладан, уже было достаточно очевидно. И он, наверняка, начал задумываться о своей судьбе после того, как Третий Рейх падет, и предпринял некоторые к этому шаги. Что он собирался делать, достоверно неизвестно. То есть есть, опять же, слухи о том, что он собирался пристать к УПА или еще куда-то, но я думаю, что это только слухи. И эту тайну Каминский унес с собой в могилу. А другие представители этих карательных отрядов, я так понимаю, что одним из руководителей был, значит, видный эсэсовец Бахзалевский. Бахзалевский, да. Бахзалевский, это... Вот, и его... Да, вот он как раз... Да. И я так понимаю, что после войны он был повешен. Да. Как раз в Варшаве, по-моему, да? Да, да. Но, опять же, карьера всех этих людей, карателей, она началась далеко не в Варшаве. Бахзалевский отличился под Ковелем. То есть он... Зверствовал на Украине. Активно, да. Зверствовал на территории СССР. И в Варшаву попал уже, можно сказать... Сложившимся палачом. Да. Сложившимся специалистом, можно сказать, состоявшимся в полной мере. И человеком, который уже имел значительный опыт, и в том числе боевой опыт под Ковелем. Поэтому, чтобы он испугался каких-то, как говорится, мальчишек с сброшенными англичанами стенами, а это, в общем, надежды у руководства восставших были призрачными. Что вот такие люди, которые пришли с территории СССР, девелась беспощадная борьба на уничтожение в немецких тыловых районах, что они будут себя вести как-то иначе. Джентльмэнс. Да, что они вообще говоря, что их можно будет взять на испуг. Это было роковой, без привлечения ошибка восставших. Где на момент начала восстания находились ближайшие советские части? Советские части подходили к Варшаве с юга. Почему с юга? Дело в том, что Багратион, операция Багратион, хотя войска двигались к Варшаве, можно сказать, напрямую с востока, но на тот момент произошло окружение двух немецких армейских корпусов под Брестом, и те советские части, которые окружили эту немецкую группировку, они не могли немедленно пойти на Варшаву. Шли бои с окруженцами, и к Варшаве с юга подошли части левого крыла Первого Белорусского фронта, которые перешли в наступление позднее, чем основная масса войск Багратиона. И, собственно, вот это левое крыло Первого Белорусского фронта, оно дошло до Люблина, и в обход вот этого Брестского котла выдвигались к Варшаве, и вообще говоря, советский план, он не предусматривал атаки в лоб на город, потому что брать крупный европейский город с множеством каменных строений в лоб, это была идея для военных профессионалов, а командующий Первым Белорусским фронтом Аркасовский был, безусловно, профессионалом, она была идеей дурацкой, и поэтому рассчитывали на то, что, во-первых, уже захвачен плацдарм к югу от Варшавы, и основной задачей Красной Армии на момент, когда вспыхнуло восстание, был захват плацдарма на Нареве, который позволил бы взять Варшаву в клещу. То есть с юга и с севера. Да, с юга и с севера, опять же, это не было каким-то новым изобретением и неким кунштюком, который появился у Красной Армии внезапно в июле 1944 года. Абсолютно теми же методами брали Киев, когда Киев брали... Лютишский и Каневский, по-моему, да, вот эти плацдармы? Да, плацдармы с юга и с севера от города. Основную роль сыграл как раз Лютишский плацдарм, с которого ударила армия Рыбалка, соответственно, в обход города, опять же. И советский план взятия Варшавы, освобождения Варшавы, он был, можно сказать, братом-близнецом плана освобождения Киева. То есть тоже Магнушевский, Букринский и, соответственно, плацдарм в районе Пултурска, и Лютишский. То есть очень похожие планы взятия крупных городов. Соответственно, лобовой атаки на предместе Варшавы-Праги не предполагалось. В чем же причина топтания наших войск около Варшавы? К Варшаве подошли советские подвижные соединения. На всякий случай скажу, что подвижные – это те, которые ездят на танках и на грузовиках. И они составляют примерно 10% общей численности войск сторон. Это стандарт во втором мировой войне. На тот момент, во всяком случае. Да, на тот момент, да. И вторая танковая армия, которой командовал Алексей Радиевский, шла на север вдоль Вислы, можно сказать, в обход Варшавы, для того, чтобы захватить плацдарм на Нареве. Конкретно на острие удара шел третий танковый корпус, который шел, можно сказать, мимо Варшавы, на север. И вот по этому корпусу, который успешно смял пехотные части немецкие, был нанесен контрудар с помощью переброшенных дивизий Герман Геринг, 19-я танковая дивизия, 4-я танковая дивизия, ее остатки, опять же, эсэский Викинг. И они нанесли контрудар, который привел к тому, что передовые части третьего корпуса были окружены и вынуждены были пробиваться из окружения. То есть был нанесен удар, который исключил захват плацдарма... Севернее. Да, севернее Варшавы. А стрелковые части, которые, опять же, с одной стороны были скованы на периметре котла под Брестом, либо только высвободились, либо шли к Варшаве с юга, они находились еще в нескольких днях перехода, потому что они шли пешком. Если армия Радзиевского ехала на танках и автомашинах, то основная масса пехоты шла пешком. И они просто не успевали к тому моменту, когда немцы создали достаточно стабильный фронт от Праги, предместия Варшавы, до Седлеца. При этом надо сказать, что у советских войск на тот момент, на начало августа, был прямой недвусмысленный приказ. Мы берем Варшаву. То есть приказ освобождать Варшаву, он имелся. Не было приказа встать в 10, в 20, в 50 километрах от города. То есть приказа остановиться не было. Но вот этот немецкий контрудар, он поставил крест на использование танковой армии для захвата плацдарма. То есть сразу стало понятно, что имеющимся силами захватить плацдарм не получится. Ее фактически отвели назад, поскольку рисковать подвижными соединениями, наиболее ценными, элитными, я бы так сказал, сочли неразумным. Это, в общем, было вполне типичное решение. То есть когда сталкивались с такими контрударами, которые приносили потери в людях и в технике, предпочитали подвижные соединения все же в пекло вновь не бросать и не повторять, тем более... То есть вводить их в чистый прорыв, ясно. Да, то есть давайте ставить им адекватные задачи. Немецкий генерал, а после войны историк Тепельский считал, что вот если бы на момент начала восстания советские войска бы поспешили и ворвались в город, то его положение немцев было бы безнадежным. Вот прокомментируйте. Что такое ворвались в город, давайте разберемся. Да, допустим, механизированные части советские идут на пригород Прага. И что? В этот пригород обороняли бы те же самые части немецкие, которые наносили контрудар. То есть пришлось бы пробиваться по улицам Праги, сражаясь полноценными войсковыми соединениями, и что дальше? Выходят к мостам через Вислу, грохочут взрывы, и все. Мосты падают в реку, а дальше? И как врываться в город? То есть то, что можно было теоретически, опять же, освободить предместие Варшавы, это еще обсуждаемо. И то я считаю, опять же, в своей позиции, в позиции своего знания о тех событиях, я считаю, что второй танковой армии отбить даже Прагу было нереально. Она не располагала достаточным количеством мотопехоты. Да, у нее было несколько сотен танков, но у нее не было достаточно пехоты для того, чтобы штурмовать городскую застройку. То есть произошло бы то, что произошло бы несколько месяцев пустя, когда наши войска завязали в Будапеште, да? Нет, в Будапеште как раз-таки танки никакие не совалили, убрали в артиллерии огнеметами, но факт тот, что врываться на улицы города чистыми, можно сказать, механизированными частями, например, в Берлине танковые части шли плечом к плечу с стрелковыми. А если бросать только... То есть, условно говоря, танкисты били по чердакам, уничтожая пулеметчиков, в это время, значит, пехота била по фаустникам, которые, значит, были в подвалах. И пехота, она могла полноценно с ними взаимодействовать, и кроме того, пехотой было больше артиллерии. Имеется в виду пехоты как стрелковые соединения и объединения. Соответственно, у танковой армии Радзиевского у нее было минимальное количество тяжелой артиллерии. Я бы даже так сказал, что тяжелой артиллерии у нее не было вовсе. У нее была только легкая артиллерия. Поэтому штурм вот этой, так сказать, даже если бы удалось бросить все силы армии Радзиевского на Прагу, то при наличии у немцев на тот момент фуспатронов, они уже были в изобилии, я бы так сказал, это было бы страшное, никчемное избиение. При том, что оно не имело перспектив. Вот, если бы восставшие взяли прочно мосты варшавские, то я практически уверен, что и Радзиевские, и командующие фронтом, не раздумывая бы, бросились к этим мостам и действительно могли бы ворваться в Варшаву. А в текущей ситуации, то есть ситуация, которая сложилась 70 лет назад, в начале августа 1944 года, ворваться в Варшаву Красная Армия не могла. Просто технически, потому что мосты наверняка были бы взорваны. И они были взорваны в сентябре, когда Красная Армия подтянула пехоту, снабжение и взяла таки Прагу. Что произошло? Мосты были взорваны немцами. Потому что те саперы, которые их заминировали еще, что называется... Наконец получили приказ их взорвать. Да, наконец получили приказ повернуть рычаг и взорвать их. А вот скажите, 22 августа перешел наступление 2-й Белорусский фронт, но у него тоже прорыва не получилась. Почему, на ваш взгляд? Немцы уже сумели создать достаточно прочный фронт за счет переброски резервов. То есть все же под Варшаву, во-первых, бросили достаточно свежих сил, как из резерва, так и из других участков фронта. И достаточно сказать, что в тот момент был нанесен сильный контрудар по 65-й армии Батова, когда штаб Батова был отрезан передовых частей, когда пришлось серьезно брать в руки управление, чтобы избежать больших потерь. Кроме того, 2-й Белорусский фронт начал наступать еще в Багратионе 23 июня 1904 года и прошел с боями огромное пространство, начиная от Днепра, он начал наступать еще за Днепром, еще на Меридиане, находящемся к востоку от Днепра. Он форсировал Днепр, взял Могилев и двигался дальше через всю Белоруссию. Разгромив при этом группу армий «Центр». Да, участвовал в разгроме группы армий «Центр». И, естественно, этот разгром он требовал сил и приводил к потерям. Поэтому вот те недели... И пополнения, естественно, не хватало. Да, пополнения, да. Вступавших в войсках. Да, все же 44-й год и людские ресурсы, они были дефицитом у всех. И у немцев, которые были вынуждены штурмовать Варшаву всяким сбродом, и у Красной армии. А сколько в ротах было примерно на момент... А к тому моменту, как вышли к Варшаве, колебалось от 20 где-то до 50 человек при штатной... Это при том, что штатная должность... Штатная примерно 140. 140 человек. Ну, 140 их никогда не было. То есть даже на момент начала Багратиона ни одна рота не имела такой численности. Дивизии, которые начинали Багратион, они колебались в численности 6-7 тысяч человек при штате 10 тысяч. Соответственно, к Варшаве они просели примерно до 4 тысяч человек. И их наступательные возможности уже были сильно снижены. Кроме того, было растянуто линии снабжения, и полноценно подвозить боеприпасы, горючее получилось далеко не сразу. То есть активные действия Красной Армии под Варшавой это все же ближе к сентябрю 44-го года, когда удалось восстановить нормальное снабжение, то есть подвоз по железной дороге через Голоруссию. И тогда-то были достигнуты пусть и ограниченные успехи и созданы предпосылки для освобождения Варшавы в январе 45-го года. А почему к середине сентября 44-го года окончательно выдохалось наступление наших войск? Фронт стабилизировался на несколько месяцев? Фронт стабилизировался, поскольку, во-первых, он остановился в основном на рубеже Вислы, за исключением нескольких плацдармов. Это к югу от Варшавы был плацдарм Магнушевский, значительно южнее. Первый украинский фронт располагал, я бы так сказал, крупным и крупнейшим плацдармом Сандомирским, но периметр этих плацдармов, его расстояние по этому периметру в километрах, оно было достаточным для тех сил, которые собрали немцев, чтобы их оборонять. То есть немедленно наступать не получалось, кроме того, попытки предпринимались, но уже в октябре, например, когда, пополнившись, приведя себя в порядок, попытались нанести удар и сосломить противника в Восточной Пруссии, но это ожидаемого успеха не принесло, и радикальный перелом случился уже в январе 1945-го. А оказывается ли какая-то помощь восставшим со стороны Красной Армии путем артиллерийских обстрелов или авиации? Авиация, да. Помощь авиации оказывалась. Летали штурмовики, летали по два на снабжение. Но надо сказать, что восставшие с самого начала не ориентировались на установление связи с Красной Армией. И это затрудняло взаимодействие. Тем более, что восставшие были рассеяны по городу Варшаве. И вот так вот сразу же определить, куда что сбрасывать, было проблематично. И здесь надо сказать о том, что было, опять же, до помощи Красной Армии, помощь со стороны союзников. Она часто преувеличивается, и преувеличивается ее объем, и преуменьшаются при этом реальные возможности союзников. Если же посмотреть на то, что делали ночные бомбардировщики англичан в это же время, то они, например, 26 августа летали на Кенигсберг. Это на 75 километров дольше, чем до Варшавы. То есть это на несколько минут лету дальше, но они летали более крупными силами и сбрасывали больший тоннаж. Правда, бомб, естественно, а не предметов снабжения. То есть англичане не сказать, чтобы использовали имеющиеся у них силы на всю катушку. Те рейды, которые были, они по объемам сброшенного сильно отставали от настоящих бомбардировочных рейдов при всей этом специфике. И складывается впечатление, что англичане тоже без особого энтузиазма относились к восстанию и к тем результатам, которые были им реально достигнуты. Кстати, они так ведь и не сбросили, не десантировали Граду Сособовскую, как просил их, по-моему, команды. Ну, это было безумием. Тут на огромном расстоянии от ближайших баз, чем бомбардировщиками, транспортные самолеты бы, во-первых, просто не долетели так далеко, и долетели бы только в один конец. Поэтому... Кстати, в 2004 году премьер-министр Польши Белко потребовал от британцев извиниться за то, что они плохо помогали во время восстания. И те отказались. Да, и такая еще деталь, которая показывает, что вот эти рейды были в сильной степени пропагандистскими, летали из Италии, и летали бомбардировщики, в том числе с польскими экипажами. То есть это был использован как случай поднять мораль польских пилотов, и действительно они летали, несли потери, но тем не менее это не было оптимальным с точки зрения маршрутов полета до Варшавы и реальных технических возможностей, которые мы располагали, англичане. Давайте поговорим теперь о том, как относилось политическое руководство СССР к этому восстанию. Я бы хотел спросить. Вот в конце июля, начале августа 1944 года в Москве проходили переговоры между Сталином и Миколайчиком, премьер-министром вот этого лондонского правительства в миграции. О чем они говорили и почему не договорились? Вообще говоря, Сталин обещал Миколайчику, что Варшава будет взята, и действительно настроение советского военного и политического руководства на начало августа было ориентировано на то, чтобы сделать максимум для того, чтобы Варшава перешла под контроль, так скажем, союзников в целом, потому что это важнейший железнодорожный узел и вообще говоря, важнейшая стартовая точка для дальнейшего наступления на Берлин и дальнейшего разгрома Германии. Поэтому настроения были вполне четкие. А вот дальше настроение стало меняться. То есть, когда выяснилось, что, во-первых, восставшие ориентировались, в первую очередь, на лондонское правительство, что восставшими не было достигнуто какие-то значимые результаты, которые позволяют с их помощью освободить Варшаву как крупный железнодорожный узел и опорный пункт, то настроение стало более прохладным. Вновь, он, как говорится, энтузиазм некий появился, когда Красная Армия взяла Прагу, и тогда пошло интенсивное снабжение восставших, но тем не менее ожидавшиеся эффекта это не принесло, и высадка, пропутка форсирования Вислы частями польскими в составе Красной Армии, она, по существу, закончилась провалом, то есть плацдан пришлось эвакуировать. И снова стали относиться к этому всему прохладцы, потому что, естественно, в той обстановке военного времени то, что высадка не привела сразу к соединению с восставшими, это было воспринято как, что восставшие намеренно оставили десант без помощи. То есть это были эмоции, но тем не менее эти эмоции, они в любом случае влияли. Понятно, что в условиях тумана войны не было однозначно понятно и очевидно, это объективные причины препятствовали, или это были какие-то приказы, которые ориентировали на то, чтобы минимально взаимодействовать с десантом. Поэтому вот этот провал этой операции на западном берегу Вислы, он снова привел к охлаждению. А как я понимаю, еще одним моментом охлаждения отношения Сталина к вот этой ситуации было предложение Миколаевича создать представителя Столоновского комитета параллельно с Люблинским комитетом. Ну, это политические уже игры, и действительно тут профессионалов в политике с многолетним опытом, Миколаевич вряд ли мог так вот, что называется, переиграть в два хода, поставив им мат. И создание Люблинского комитета, как гарантии того, что будет некая политическая борьба за Польшу в дальнейшем, но так просто этот козырь упускать советское руководство не собиралось. Но подчеркну, опять же, с моей точки зрения, как военного историка, огромную роль играли все же сугубо военные факторы. Ну, вот я хочу процитировать заявление ТАСС от 12 августа, то есть менее двух недель, о том, что упрек в сторону польско-иммигрантского правительства не было предпринят ни одной попытки, чтобы в свое время предупредить и согласовать с советским военным командованием какие-либо выступления в Варшаве. Ввиду этого ответственность за события в Варшаве падает на лондонские мигрантские круги. То есть Сталин уже дал понять, что относятся к этому отрицательно уже в первые же месяцы. Да, но проблема-то в том, и, к сожалению, может быть, Сталин об этом не знал, о том, что польские мигрантские круги, вот у нас из книги в книгу пишут, что по сигналу из Лондона подняли восстание. Да не было этого сигнала из Лондона. Право принимать решение о том, когда поднимать восстание, было отдано Комаровскому. Ему был дан полный карт-бланш. И ему никто приказы из Лондона начинать именно сейчас, именно в той ситуации, которая складывалась, ему никто этого приказа и радиограммы такой не давал. А он принял это решение на основании? Он принял это решение на основании слухов о том, что советские танки уже, можно сказать, входят в Прагу. И надо скорее успевать, чтобы... Да. А советские танки дефилировали мимо Праги, то есть, может быть, они это их увидели в каких-то деревнях на подступах или каких-то дачных, что называется, районах города их увидели, но они дефилировали мимо в направлении Плаздарма. И, соответственно, вот это решение, которое принял Комаровский сам, может быть, если бы он пытался связываться с Лондоном и просить у них решения, может, ему бы никто этого приказа-то и не отдал. И, может быть, наоборот, попытались бы связаться через английское правительство со Стальным и с Красной Армией, спросить, как там у вас дела, какие у вас планы. Да, Николайчик сидел в Москве в этот момент. Я сидел в этот момент и, в принципе, я думаю, что Комаровску могли сказать «сиди смирно». Ну да, то есть, самодеятельность получилась. Получилась самодеятельность. И вот эта самодеятельность, она проявилась во всем. И вот я на протяжении передачи показывал, как говорится, реперными точками ошибки восставших, о которых почему-то часто забывают, которые привели в восстание, поставили с самого начала в крайне сложное положение. Как развивалась ситуация, события потом, когда восставшие капитулировали в итоге? Во-первых, разумеется, была зачистка Варшавы территории. Мы видели там крупнокалиберные мортиры. Значит, мортиры? Нет, мортиры – это все же не момент капитуляции. Дело в том, что сначала немцы, имея слабые силы, и, я бы так сказал, силы с весьма убогими наступательными возможностями, они очищали город медленно и печально. И для того, чтобы гальванизировать вот это наступление по улицам города, снимать с фронта армейские части и даже эсэсские подразделения немцы не решились. Они бросили туда, во-первых, реактивные минометы. – Небельверферы, да? – Да, не бельверферы, а с фугасными зажигательными ракетами. Да, вот-вот-вот, именно такие. – А что это, кстати, такое? – Это ракета калибром либо 280, либо 320 миллиметров, запускавшаяся с специальной пусковой, деревянной, одноразовой. А так… – И какой разлёт у неё убойной силы? – Убойная сила была такова, что немцы называли, сами немецкие солдаты, называли их «штука цуфуз», «штука пешком». То есть они считали, что их мощь сравнима с мощью бомбардировщика, свободно способной поднять тонну бомб, или хотя бы 500-килограммовую бомбу. – И всё это валилось вот на голову. – И на голову восставших. Да, следующим номером программы стали орудия «Карл», типа «Карл». То есть брошены были вот эти вот специфические орудия калибром 600 миллиметров. К тому времени, по-моему, пара машин уже была перестрелена на 540 миллиметров, предназначавшись для сокрушения линии Мажино. И их стали использовать для расстрела зданий в центре города. Потому что бои, основное время, которое шло в Варшавское восстание, это были бои в основном за центр города. То есть волю ещё в августе немцы удалось подавить восстание, взять под свой контроль. А дальше начались бои за прочные здания в центре города. Причём, что интересно, эти орудия, которые назначались для стрельбы под прочным бетонным ДОТом. Здания обычные, постройки, были для них слишком малопрочные. – Они пролетали просто, да? – Нет, они попадали, ну, естественно, велелась навесным огнём стрельба. И в парке была позиция этих орудий. И они стреляли навесным огнём. Попадала в крышу, долетала до подвала и не взрывалась. Естественно, восставшие, которые испытывали острую нехватку любых средств борьбы, брали эти могучие снаряды, их потрошили, можно сказать, в полигонных условиях, будучи в подвале, укрытыми от обстрела, они их аккуратненько рассверливали, вытаскивали из них взрывчатку и делали самодельные гранаты. – То есть немцы им присылали, по сути дела, оружие? – Да. Неизвестно точное число снарядов, которые были использованы таким образом. Кстати, в Севастополе тоже был ряд нарядов этих «Карлов», которые не взрывались. То есть вот этот взрыватель, предназначенный для пробивания бетона, он всё же плохо работал по другим целям. Точное количество снарядов, которые были переработаны в гранаты, неизвестно, но по Варшаве выстрелили примерно 60 или 70 снарядов 600-мм. В частности, было повреждено здание первой польский небоскрёба, здание «Прудентиал», так называемое. И один из самых известных снимков периода Варшавского восстания – это момент взрыва снаряда Карла на «Прудентиале». Я, можно сказать, всю передачу ругал восставших, но позвольте сейчас их немножко похвалить, что вот самым их умным ходом был захват электростанции Варшавской. Немецкие полицейские посадили туда сильный гарнизон, но поскольку у восставших были свои люди на самой станции, они этот гарнизон быстро изолировали и контролировали… Обесточили, да? Не, мало того, что они обесточили немцев, они получили себе электричество для кустарного производства оружия. И вот удержание электростанции, оно во многом давало в прямом, в смысле, гальванизировало восстание. То есть, обладая электричеством… Два месяца они держались? Да. Ну, всё же электростанция до двух месяцев она не дотянула, то есть, её взяли всё же раньше. В последний период, последние недели додавливали уже такие очаги сопротивления более мелкие, но, тем не менее, то, что восстание не было раздавлено ещё в августе, в немалой степени это то, что сумели взять электростанцию и водопровод. То есть, водопровод, кроме того, была очень удачная акция у восставших, когда они взяли склад немецкого продовольствия. Имея мизерные запасы продовольствия в начале восстания, они сумели с захватом этого склада, по крайней мере, часть своего гарнизона обеспечить. Почему Бур-Комаровский в итоге принял решение капитулировать? Я думаю, что он исходил всё же из того, что, если соблюдать конвенции, сдаться немцам, опять же, армейцам, то удастся спасти остатки гарнизона, и, надо сказать, что его-то отправили не в концлагерь, его отправили в Шталаг, то есть, лагерь для военнопленных. Он вообще был в генеральском звании там, да? Да. И сам Комаровский и его сподвижник, он же офицер польской армии, известный под прозвищем Монтёр, они провели остаток войны в Шталаге, и были освобождены, и позднее эмигрировали. То есть, с самого начала Комаровский был ориентирован на то, чтобы эмигрировать, и он окончил свою жизнь в Лондоне. А какова была судьба его соратников, подчинённых? Немцы их не расстреливали? Мелкие, естественно, руководители мелких отрядов, опять же, каратели, они, естественно, делали, что хотели. А ближайший сподвижник, Монтёр, вот он как раз немцами был тоже отправлен в Шталаг, и его учить разделил, по-моему, ещё, по крайней мере, там, пара десятков человек. Вот покажите нам, пожалуйста, фотографии с Багзалевским. Я вот хотел бы спросить, она такая достаточно символическая, вот кому он пожимает руку? Наверное, кому-то из руководителей восстания, да? Да, вот я в лицо, в профиль не узнаю, но, может быть, это Монтёр. То есть, по-моему, это не Бор Комаровский. Это правая рука, да, Бор Комаровского? Или левая там, да? Да, можно сказать, я бы так сказал, его ближайший сподвижник, и фактически военно-руководитель, наиболее квалифицированный из военного руководителя восстания. То есть, видно, что постановочные фотографии немцы делали, этому человеку стыдно, он как бы отворачивается, да, голову опустив, а торжествующий Багзалевский, вот, значит, радостно пожимается видом победителя, да? Ну, вот, честно говоря, я с трудом себе представляю фотографии вот так вот, не знаю, Чуйков, пожимающий руку Вейдлингу. То есть, в общем, это у немцев, они всё же мыслят у нас, мыслить по-другому. Вот, у нас бы такой фотографии даже и не пытались бы инсценировать. Вот тут, может быть, это какой-то попытки обратиться к временам там рысовства, ещё что-то, но это, в общем, выглядело довольно смешно на уровне снесения города в руины и стрельбы по нему из засадных орудий. А каковы, в итоге, оказались, значит, потери у той или другой страны? — Потери восставших всё же исчисляются и за счёт населения десятками тысяч человек. Считается, что немцы потеряли убитыми около 8-10 тысяч человек, но мне кажется, это несколько преувеличенные. В это попадают и части, которые оборонили Прагу от пехоты Красной Армии. То есть, это такая цифра, которая часто называется, но, на мой взгляд, она несколько завышена. Хотя, безусловно, восставшие оказывали упорное сопротивление, но, в общем-то, их противников было не так много, чтобы набить такое количество вот этих вот немецких карателей. То есть, может быть, за счёт персонала Люфтваффа ещё чего-то оно и добирается, но, я думаю, с большим трудом. — Мы уже подходим к концу нашей программы. Я хотел сейчас посмотреть итоги голосования, но перед этим я хотел спросить нашего гостя. Я ещё раз напоминаю, что мы задали вопрос, могла ли Красная Армия пробиться к восставшим или не захотела. И вот хотел спросить, Алексей, как Вы думаете, большинство полагает, что не смогла пробиться или не захотела? — Я думаю, что большинство всё же за то, что не смогла. — Не смогла, да? Давайте теперь посмотрим, как проголосовали наши сети зрители. Не захотела. Видите, как всё наоборот. А как Вы прокомментируете? Почему? — Ну, я бы так сказал, что в советский период в нас очень упорно вколачивали тезис про «не смогла», про приказ из Лондона. При этом предпочитали помалкивать про неудачи армии Радзиевского на подступок к Варшаве. Про окружение, про достаточно серьёзные проблемы, которые возникли, в том числе и с десантом через Вислу. И поэтому по принципу отрицания пропагандизма, потому что в этом всём было очень много пропагандизма и всяких ненужных слов про приказ из Лондона, про желание добиться каких-то политических задач. А на самом деле, если это всё внимательно и, что называется, с холодной головой рассуждать, то можно так сказать, что Красная Армия не смогла пробиться к восставшим в тех реалиях, которые они сами себе устроили. То есть к другим восставшим, вот если бы, что называется, поменять на Комаровского, на кого-нибудь более квалифицированного, и я бы так сказал, может быть, из того, кто учился в Академии Фрунзе, то, может быть, результат был бы другой. Или даже на того человека, который прошёл Монтекассино. Ещё одна, так скажем, малоизученная, во всяком случае, я не встречал особых информации по теме, что переживал Рокоссовский, командующий Первым Белорусским фронтом, когда он стоял под Варшавой, там, где он, собственно говоря, родился, и не мог, как поляк, значит, туда дотянуться, помочь. Ну, так скажем, Рокоссовский, он помимо того, что был человеком, связанным кровными узами с Варшавой, он был ещё военным профессионалом и человеком, который нёс ответственность за те сотни тысяч жизней, которые были ему доверены как командующему фронту. У него под командованием находилось несколько сот тысяч человек. И бросать их в бесполезный штурм и обрекать их на гибель, для него было, я думаю, что человечески гораздо труднее, чем поддаться какому-то искушению и вот броситься, когда галтело в атаку на город. Атака была достаточно чётко спланирована, и когда всё пошло не так, предпочли отказаться и не переть буром на вот эту городскую застройку, которая бы привела к напрасным большому счёту потерям. А почему потом получилось, в январе 45-го? А плацдарм уже был к северу от Варшавы, то есть время-то зря не теряли, время шло, и имелись уже другие возможности, и Варшаву брали всё же не в лоб. Мосты-то были уже взорваны, и Варшаву брали с севера, и это опять же были… который применялся раз за разом, когда желательно всегда было атаковать город с тыла, то есть его обойти, ударить с тыла. Это прекрасно сработало у Рокоссовского, например, с Бобруйском, который мы обсуждали в прошлый раз, когда город был обойдён, атакован с тыла, и, в общем-то, заставили гарнизон из него уйти. И город, так сказать, пал к ногам победителей. Ну и последний вопрос, и тоже нашу сегодняшнюю беседу. Вы полагаете, что у восставших не было никаких реальных шансов на успех? У восставших были шансы на успех при другом плане. Тот план, который был, он был обречён уже в 13.30 1 августа 1944 года. Это был военный историк Алексей Исаев. Мы говорили с ним сегодня об обстоятельствах восстания в Варшаве, которому он сегодня исполнилось 70 лет. Мы работаем по вещательной технологии «Сетивизор» и студии «Онлайн ТВ». Продолжайте голосовать, смотрите нас, и до новых встреч в эфире.